Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас плюс 22. Вот такая температура, да. Интересно. Так, комментарии. Комментарии Альборыч. Сегодня по Одессе выпустили 4 ракеты. О жертвах и разрушениях ничего не пишут. Это 22 часа назад. А вот 15 часов назад, ближе к полуночи, еще несколько ракет прилетело в торговый центр. Сильный пожар. Пострадало 4 человека. Так, что еще? А, это с Казахстана парень пишет. Военкоматы горят от горячего желания россиян служить. Ну, я бы говорил, что поджигают военкоматы. Ну, вот такая версия. Так, что еще? Так, а вот насчет 9 мая Татьяна пишет. Я тоже впервые никого не поздравляла. Мой отец воевал и всегда говорил. Не дай бог такое пережить еще. Ну, русские поздравляют друг друга, потому что любят воевать. Так, что еще? По последним данным, один человек погиб. Пятеро раненых. В результате прилета ракеты в торговый центр в Одессе. Ну, это Альборыч. Так, что еще? Посол России в Польше рассказал, чем на самом деле его облили при нападении. Оказалось, его облили сладким сиропом, а не краской. Всего делов-то? Так, что еще? Глава МВД Польши Каминский заявил, что понимает напавших на посла РФ в Варшаве Андреева. Да ну, конечно. Поляки к русским относятся соответственно. А, причем, вот как рассказал глава МВД, польские власти не рекомендовали послу участвовать 9 мая в церемонии возложения цветов на кладбище. Нечего было. Ну, пошел, да. Так, дальше. Шольц. Шольц считает, что Берлину не оставили выбора в вопросе поставок вооружений Киеву. Вот вы обратили внимание, уже троллить начинают Путина, его же словами, не оставили выбора. Потом еще вот до этого, раньше, когда Америку обвиняли в том, что они, значит, в Украине раскрывают, значит, местоположение генералов, ну, там поубивали генералов до черта. На это американцы ответили, что нет, мы не раскрываем местоположение генералов, мы раскрываем местоположение штабов, а уж что там дальше украинцы делают, это не наше дело. Так, так. США запретили поставки в Россию грузовиков, подшипников и еще 200 товаров. Ну, без подшипников, без подшипников все, Россия. Нет своих подшипников. Ой-ё. Когда-то в Саратове был ГПЗ, подшипниковый завод, но, по-моему, его давно уже нет. А из Саратова кто там, ГПЗ, там человек, ну, примерно 10 тысяч работало. Крупный, крупный завод. Ну, так. США ввели санкции на поставки в РФ двигателей и бульдозеров. Теперь машины будут выпускать без двигателей. Ну, как-нибудь так, сами. Так. США ввели санкции против руководителей Сбербанка и Газпромбанка и 10 его дочерних структур. Так, за правила против кого-нибудь и против дочек. Вот против Путина и против дочек. Газпромбанк и дочек тоже. Угу. Так, в Минроссии заявили, что не собираются инициативно закрывать посольства европейских стран. А придётся. Придётся закрыть. Никого там и не останется. Так. Кандилаки. Господи, Кандилаки. Назвала санкции США против телеканалов РФ бессмысленными. Так. Они бессмысленны, поскольку оборудование от американских компаний россиянам не нужно. Ну, сами как-нибудь, да. На это, на 32 миллиметра плёнку будут снимать. Так. Дальше. Леонков. Леонков какой-то. Это кто? Эксперт какой-то. Россия не собирается использовать ядерное оружие в рамках спецоперации на Украине. Однако США и НАТО принуждают нас к этому. Принуждают. Эксперт, да, военный. Угу. Так. Экспремьеры Франции Фиона приговорили к четырём годам лишения свободы. А знаете, за что? А за то, что он свою жену устроил туда, на работу, куда-то там, в МВД, что ли. Не знаю. Ну, она была устроена, но она ни разу не приходила на работу. Ну, что, получала... Вот, в течение восьми лет получала зарплату... А, не в МВД, получала зарплату, как парламентский помощник, не выполняя никакой работы. Угу. По блату. Так. Премьер Молдавии призвала к выводу российских войск из Приднестровья. Но давно пора выгнать как-нибудь уж. Так. Финцев попросить, а не выгонят. Так. На российско-финской границе замечена военная техника США и стран НАТО. А, на китайско-финской границе? Нет. На российско-финской пока ещё. Угу. Хорошо. Так. Солдаты НАТО. Вон, какие красивые. Так. Дальше что ещё? Глава Евросовета прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за воздушной тревоги. Но это они спецом отстреливали, чтобы это... Вот это уложить главу Евросовета. Ну, ничего, спасся, спасся. Так. В Херсоне сотни людей вышли на акцию «Бессмертный полк» с возложением хер... Оп! Цветов. Цветов. Это в Херсоне просто. Так. Я оговорился. Дети маршируют в костюмах танков и самолётов. На акции «Бессмертный полк» несут портреты убитых в Украине с российских военных с буквой «З». Ну, я вам вчера показывал картинку. Несут-несут, а потом на помойку все вот эти вот портреты. Угу. Это «Медуза» передают. Так, хорошо. Военга рассказала об избиении. Оказывается, её избили. Вот потому она такая страшная-то, господи. Так. Напала на неё неизвестная девушка в гостинице на Украине. Ну, хорошо, она её отделала. До сих пор она такая военга. Так. Уехавшая из России Рената Литвинова начала учить, или начала учить французский язык. Так. И что она уже выучила? «Je ne mange pas, c'est jour». Да. Вот так вот. Держит. «Je ne mange pas, c'est jour, monsieur». Так. Ладно. Ещё она выучила «бросьте монетку, месье и мадам». Так. Жители Волгограда пожаловались на поведение полицейского после парада победы. А чё он, как он себя вёл? Кричал, кричал. Приказывал горожанам покинуть улицу мира, и дошло до рукоприкладства. Да, хватает, тащит. Это ж Волгоград. Ну чё, над убогими нельзя смеяться. Так. «Завтра в Астрахани отключат горячую еду». Нет, не еду. В воду. Ну, потом и еду отключат. Вот так, да. Незачем. Астрахани – это всё по Волжье страшное. Так. «Товарооборот Китая и России вырос на 26% за 4 месяца. Причём из России нефть, а из Китая лапша». Лапша. Как это вы их называете? Макарошки, что ли, да? Миронов допустил снижение курса доллара до 35 рублей. Копеек? Нет. Рублей. Да, это Миронов. Это кто такой? Так. Это глава фракции какой-то. Ну, фракция. Фракция. Так. В цеху мясокомбината под Волгоградом. Опять Волгоград. У меня сегодня целый день Волгоград. И что там? Нашли труп мужчины. Не успели переработать на колбасу. Нашли, да. Переговоры с Украиной больше не нужны. Русский генерал выбрал сирийскую тактику. А, это Дворников. Ну, да, разрушают всё. Всё. Не с кем будет переговариваться. Он так считает. Ничего, генерал. Ещё тебя поймают. Поймают, Дворникова. Так. Это кто такой? А, Твиттер немножечко. А, всю неделю весь мир гадал, что подпишет дед на 9 мая. Войну, мобилизацию или ядерный удар. А оказалось, что дед подпишет Лен-Лиз. Ну, правда, другой дед. Бидон, вот. Да, он подписал Лен-Лиз на 9 мая. И опять это же он, Байден, он троллит. Путина? Так. Евгений Розин на Твиттере. Убили праздник. Да, ребята. Вот не осталось ничего от 9 мая. Ну, вы поняли. Да, я уже об этом говорил. Тётя Роза на Твиттере. Смешно, когда гордятся ракетами и танками, вместо того, чтобы гордиться медициной и образованием. Ещё смешнее, что ракет и танков, которыми можно гордиться, тоже нет. Да, ребята. Кто-то тут... Комментарии. Перед войной я опубликовал фото Дня независимости. И один россиянин написал в комментариях, что независимость нашей конец, потому что нет парада в военной технике. Только в Владе. Это украинец какой-то пишет. Ну, конечно. Конечно. Так, ладно, хорошо. Так, это не взлом хакеров. Это наше осознанное решение. Главный мотив – совесть. Журналисты Лента.ру о публикации антивоенного текста на сайте издания. Ну да, какое-то время там висело, но потом пропало. Лента.ру, да. Будет воевать. Ну, я имею в виду революционеры. Прям вот. Ну, ладно, хорошо. Так. И последнее у меня. Российского посла в Польше облили красной краской. Ну, я вам говорил, там уже сироп там был. Когда он хотел возложить цветы к мемориалу советских солдат. Российские СМИ показали видео без звука, чтобы не было слышно, как люди вокруг скандируют «фашисты, фашисты». Вот чего. Это Польша. Ну, ладно. Хорошо, ребята. Это всё на утро, а там дальше видно будет. Ну, как-то вот в последнее время. А, ну, я хотел сказать, что мало информации. Да ну, бухают же, господи. Бухают журналюги. Ну, ладно. Я не пьющий. Так что слушайте меня. Пока. С вами доктор Влад. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.